Очередное совещание Сланцевской городской администрации 19 ноября провел глава администрации Александр Александрович Хаперский. Обсуждение вопросов жизнедеятельности города началось с одной из главных тем – предоставления населению города услуг теплоснабжения. На системе водоснабжения аварий, известен в неделю, не было. Было только три плановых отключения. В Сланцах 2 до 14-16 ноября в течение нескольких часов водоснабжение отключали 7 жилых домов в 4-м микрорайоне. Это дома номер 35 по улице Шахтерская Слава, дома 30, 30А, 30Б, 32А, 32Г по улице Ленина. Выполнялись работы по замене участков водопровода в доме достроя по улице Ленина в рамках реализации областной программы по подопреждению и ликвидации аварийной ситуации. Работу проводила подрядная организация МЕРТОС. В Лучках 14 ноября с 9.00 до 15.00 часов также отключалось водоснабжение домов от улицы Пролетарская до улицы Свободы. Для улучшения водоснабжения Лучек выполнялись работы по замене зауженного участка водопровода под мостом через реку Кушелка по улице Гагарина. Работы выполнялись силами ОС-20-й водоканал. На системе теплоснабжения за прошедшую неделю было также ряд аварийных отключений. Планов отключения не было, только аварийное отключение. В Лучках и центральной части города. В Лучках было 4 аварийных отключения. Затрагивались дома по улице Островского, Дзержинского, Свердового, Ломоносова и Майковского. Длительность отключения составила 15 минут до 7 часов. В Сланцах за прошедшую неделю было 3 аварийных отключения. 12 ноября с 9 и 10 из-за увеличения по пищи была остановлена котельная номер 16. В 13.35 котельная была запущена и до конца рабочего дня, до конца суток до 0.45 оставались отключенными дома от улицы Ленина 22-24 до дома 24 по Шахтерской Славе. Ликвидировался прорыв в районе Дзержинского сада номер 2. Следующее отключение было 15 ноября с 11.10 до 15.30. Для ликвидации аварий в районе дома номер 25-26 по улице Ленина были отключены жилые дома номер 23 и все корпуса по улице Ленина 25. Также в 17 ноября в 14.20 был отключен ряд домов по улице Партизанская, Грибоедово, Кирово, Бараново. Из-за прорыва возле дома номер 17 по улице Партизанская дома были подключены к системе отопления в 20.10. Все аварийные работы выполнялись силами заумевая энергия, аварийные бригады полностью укомплектованы, неопадемые техники, и сразу приступали к аварийным работам. Исходя из этого, у меня два замечания. Первое. Я думаю, что наша работа должна быть построена так, что плановых отключений, по крайней мере, уже в ноябре-декабре быть не должно. Все работы и планирование нашей работы должно быть так, что все плановые работы и отключения должны проходить, ну, по крайней мере, до сентября. Что касается аварийных отключений, я так понимаю, что нам их не избежать, но при этом наши требования к энергоснабжающим организациям должно быть одно. Это даже в случае аварийного отключения найти возможность проинформировать население о сроках ликвидации. И, конечно, ликвидация этих аварийных ситуаций не должна прерываться ни на обеденное время, ни на ночное. Это обязательное условие, и прошу его довести до конечного результата. Если начата работа по ликвидации аварийной ситуации, она должна быть закончена в момент после ее начала. Следующий момент. Сегодня уже мы приступили к реализации масштабной программы, связанной по поддержке малого и среднего предпринимательства. Об этой программе много говорилось и средствах, массовой информации. Прошло первое заседание по отбору участников этого мероприятия. Константинович, я прошу доложить о результатах проведенного отбора, первого этапа. Были проведены свидания конкурсных комиссий, на которых рассматривались заявки соискателей наказания финансовой поддержки. Так, 14 ноября были рассмотрены заявки граждан и начинающих субъектов малого предпринимательства, которые действуют менее одного года, наказание поддержки в виде субсидий для компенсации части затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности. Все 19 соискателей, подавших заявки, были признаны прошедшими конкурс на отбор и победителями конкурса. Из них 11 – это индивидуальные предприниматели, которые уже зарегистрировали собственное дело, одно крестьянское фермерское хозяйство, которое действует менее одного года, и все мы, это граждане, которые только организуют собственное дело, еще не успели зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. По результатам конкурса все победители, подавшие заявки, получат субсидии в сумме 4 383 900 рублей. Размер субсидий по одному победителю составит от 56 000 до 300 000 рублей. Эти субсидии позволят победителям конкурса возместить часть своих затрат, в первую очередь на приобретение производственного оборудования, грузовых автомобилей, оборудований для ремонта автомобилей, торгового оборудования, профессионального оборудования для фотографий, для салона красоты, деревообрабатывающего оборудования, оборудования для жидноводства, а также на покупку поголовья скота. За счет оказанной поддержки планируется создать 41 рабочее место. Из общего количества субъектов малого предпринимательства, получивших данный вид поддержки, поддержку получат 8 субъектов, входящих в проритетные сферы деятельности, в том числе сельское хозяйство 1 субъект, производство 2 субъекта, перевозки грузового и автомобильного транспорта 5 субъектов. Из общего количества субъектов малого предпринимательства, которые получат данный вид поддержки, в поддержку получат 13 граждан, входящие в приоритетную группу социально незащищенных граждан, в том числе члены неполных семей, 3 человека, и молодежь, 10 человек. По результатам конкурса, всем победителям конкурса будет оказана финансовая поддержка на сумму 25 миллионов 197 тысяч рублей. Размер субсидии одному победителю составит от 337 тысяч рублей до 5 миллионов 461 тысяч рублей. Финансовая поддержка по возмещению части лизинговых платежей позволит победителям конкурса возместить часть своих затрат на приобретение производственного оборудования, такого как грузовые и автотранспортные средства, прицепы к ним, холодильное, тепловое оборудование, тракторы, автопогрузчики, автобусы для перевозки пассажиров по городским, пригородным и междугородним маршрутам, станки и автоматическая фотоапасовочная упаковочная линия. За счет оказанной поддержки планируется создать 49 новых рабочих мест. Из общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставляется данный вид поддержки, поддержка получит 9 субъектов, входящих в приоритетные сферы деятельности, в том числе сельское хозяйство 1 субъект, производство 3 субъекта, перевозки грузового и автомобильного транспорта 5 субъектов. И до конца 2012 года по программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в местном бюджете остается неиспределенным на второй этап или на второй конкурс 22 миллиона 719 тысяч 304 рубля. В том числе для субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на сумму 2 миллиона 916 тысяч рублей. На эту сумму планируется оказать поддержку не менее чем 10 субъектов малого предпринимательства. И также остается у нас на второй этап для субъектов малого и среднего предпринимательства финансовая поддержка на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей на сумму 19 миллионов 803 тысяч 204 рубля. Из этих средств планируется оказать поддержку не менее чем 7 субъектам малого и среднего предпринимательства. То есть, если я правильно понял, что сегодня еще те, кто желает принять участие в реализации этой программы, еще не поздно подать заявление, так? Да, еще не поздно. У нас заседания комиссии по второму этапу конкурсов будут проходить в конце ноября, начале декабря. Объявление об этом будет размещено и на сайте Славянского городского поселения, и в газете «Знамя труда». И поэтому все желающие могут подать заявки на участие в этих конкурсах. Заявку подать в администрацию города? Заявки принимаются в фонде «Социально-деловой центр». Мы с ними, естественно, сотрудничаем, и они оказывают нам помощь в подготовке и проведении этих конкурсов. И подготовке даже конкурсных заявок. Прием заявок будет в фонде. Вот об этом тогда надо сегодня еще найти возможность, проинформировать зрителей нашего города, что такая возможность есть. Но при этом мы должны понимать, для чего это делается. Первое, что участие в этой программе могут принять только предприниматели города Сланцы. И второе, самое главное критерий, это открытие новых рабочих мест. Так? Да. Спасибо. Так, Николай Александрович, вот я просил бы вас отчитаться и представить информацию о тех работах, которые у нас сегодня ведутся в рамках реализации по водоснабжению. С участием областных и денег городского бюджета. В какой стадии эта работа? И самое главное, адресность. У жителей города много вопросов, связанных с проведением работ. И именно что делается на этих участках. Потому что работы, насколько я понимаю, объемные. Пожалуйста. Вопрос бесперебойного и качественного вознабжения является одним из важных. Поэтому в 2012 году мы направили заявку в правительство городской области для участия в оригинальной целевой программе предупреждения о воде ситуации в сфере ЖКХ. Значит, в данную программу попали три участка водовода нашего города. Первый участок – это по улице Ленина, от насосной станции до дома номер 25, корпус 1, с подключением остальных корпусов. Второй участок – это улица Ленина от дома номер 32 до дома номер 34. И третий участок – это по улице Бараново, от перекрестка улицы Кирова до дома номер 6. Эти участки являлись на данный период наиболее аварийными, имели множество протечек, что приводило к потере очищенной воды и частым отключениям. Значит, стоимость данных работ составляет 3 млн 595 тысяч. Одной из особенностей данной программы является то, что область принимает заявки при софинансировании в размере 50% объема общей стоимости работ. Вот общая стоимость работы составляет 3 млн 595 тысяч рублей. Из них 1 млн 797 – это средства областного бюджета, и ровно столько же 1 млн 797 рублей – это средства городского бюджета, которые направлены на реализацию данной программы. Из данных видов работы на сегодняшний день основные работы завершены по улице Ленина в районе домов номер 25, корпус 1,6. Значит, основные работы завершены, остались вопросы по благоустройству. Водовод запущен в эксплуатацию. Значит, в настоящее время проложен участок водовода по улице Ленина от дома 32 до дома 34. Ведутся работы по подключению и пуску в эксплуатацию данного участка. Начаты работы на участке от перекрестка улицы Кирова-Баранова до дома номер 6. Значит, все работы будут завершены в ноябре, начале декабря. Значит, конечно, вот тот факт, что мы проводим эти работы осенью, значит, нас как бы не очень слишком, может быть, радует, но средства поступили областного бюджета и наши поступили поздно, и поэтому все работы были намечены уже на осенний период. В результате данных работ, значит, будет заменено 460 погонных метров в трубу водоснабжения с установкой запорной арматуры. Наша задача сегодня, вплоть до того, что не рассчитываться до конца, не выплачивая деньги, пока не будут выполнены элементы благоустройства и не взяты хотя бы гарантийные обязательства под оставшиеся деньги, что это благоустройство качественно будет выполнено весной. Так? Да. Да. И тогда несколько слов о том, что когда-то мы информировали горожан о том, что на проспекте Молодежной строится новый торговый центр. И тогда было обещано, что этот торговый центр будет запущен в декабре месяце. Что сегодня, какова ситуация с этим торговым центром? Значит, работы на объекте по строительству торгового центра Молодежной ведутся. Собственник – это ООО «Строительное монтажное управление». Значит, на прошлой неделе они обратились к нам с продлением сроков строительства. Значит, такая заявка находится у нас на рассмотрении. Те обещанные сроки или гарантированные, которые планировались ранее, в декабре 2012 года, пуск в эксплуатацию, сегодня они выдерживаются по различным вопросам, связанных с подключением инженерных сетей и с завершением строительства самого объекта. Значит, заявка находится на рассмотрении, и мы уточняем сегодня собственников жилого обещания сроки окончания строительства. Эти сроки будут попозже мне отзвучены. А этажность уже поменялась? Поменялась? Нет, этажность, как она была запланирована, значит, будет построено три корпуса. Значит, это три корпуса общей площади где-то 4 тысячи метров квадратных. Значит, три отдельных корпуса. Значит, двухэтажное здание с третьим техэтажом. Третьего этажа там не планировалось. Мы участвовали в трех программах. Одна из них – это федеральная программа жилища. А именно под программой обеспечения жильем молодых семей. Значит, по указанной программе было заявлено у нас 7 молодых семей. Из них две семьи получили свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья. Значит, вторая программа региональная, называется она «Жилье для молодежи». В рамках этой программы было заявлено 11 семей. Из них три семьи получили субсидии на приобретение жилых помещений. И третья программа – это о поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов потечного кредитования. По этой программе одна семья получила свидетельство также на приобретение жилого помещения. Значит, из шести указанных семей уже три семьи жилые помещения приобрели. Ну, есть все основания полагать, что оставшиеся три также в этом году себе приобретут в собственность новые квартиры. Значит, на прошлой неделе у нас состоялось очередное заседание общественной жилищной комиссии, на которой основным вопросом у нас было рассмотрение заявлений граждан о признании их нуждающимися в целях, также участия в долгосрочных целевых жилищных программах. Заявлений поступило шесть у нас. По итогам заседания комиссии подготовлен проект постановления о признании всех шести семей нуждающимися, и в дальнейшем мы будем заявлять также на участие в программах на 2014 год. поскольку на следующий 2013 год мы уже всех желающих заявили. Заявили, то есть документы все направлены в Комитет по строительству Ленинградской области, который курирует проведение этих программ. Это говорит о том, что если программы долгосрочные, и на этом мы не должны останавливаться, в правительстве Ленинградской области есть такая практика, что значит менять количество участников и менять условия программы и отдавать преференции тем муниципальным образованиям, которые выполняют те условия, которые поставлены в программу. Это значит, говорит о том, что при нашей настойчивости и желании мы можем для своего города пополнить список участников этой программы. В этом направлении, при том, что мы выполняем сегодня обязательные все условия и являемся и добросовестными софинансированием, то мы сегодня имеем все основания просить правительство Ленинградской области с учетом экономической ситуации в нашем городе увеличение квоты для нашего города. Вот это нам надо сегодня, Леонид Цезарович, подключиться и работать с профильными комитетами правительства Ленинградской области, чтобы этот вопрос решать. По просьбе хора русской песни Дворца культуры завода «Сланцы» мы поддержали их поездку на 5-й международный фестиваль фольклора «Интерфолк» в России. 12 и 14 ноября состоялись две поездки коллектива на 1-й и 2-й тур фестиваля. Фестиваль очень значимый, очень обширный, широкий, география его очень широка. Мы, наверное, впервые принимаем участие в такого плана в фестивалях, и это, конечно, очень для нас почетно. Принимало участие 50 коллективов из 13 стран. Назову их, чтобы ориентироваться, какая широта фестиваля. Это Греция, Италия, Индонезия, Нидерланды, Болгария, Испания, Франция, Израиль, Индия, Польша, Республики Абхазия, Эстония и, конечно же, из России. В составе российских коллективов были коллективы из республик Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Татарстан и многие области России, а также города. Иркутск, Москва, Мурманск, Тула, Черябинск и, конечно же, коллективы Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди коллективов Ленинградской области было 5, и один из них наш коллектив хорорской песни. Наш хор в составе 20 коллективов перешел во второй тур, выиграв первый тур. И далее в результате второго тура в нашей номинации, в которой соревновался коллектив, было 10 коллективов, и коллектив занял второе место. Коллектив привез диплом за второе место, вот такой вот диплом за второе место участия в фестивале. Также выпущена вот такая брошюра, не брошюра, наверное, альбом фестиваля, где фотография нашего коллектива среди всех, кто там участвовал, описание работы этого коллектива. И еще приятно, что очень высоко было оценено музыкальное сопровождение коллектива. Наши аккомпаниаторы коллектива Владимир Быстров и Алексей Пескунов получили диплом за лучшее музыкальное сопровождение на фестивале. Это, конечно, очень приятно и достойно. И нам хочется, думаю, что сегодня, пользуясь случаем, выражу благодарность коллективу от администрации и руководителю его, заслуженному работнику культуры, Ефремову Александру Никитичну. Также в городе было много событий и в области спорта. 15 ноября в четверг состоялся товарищеский матч по волейболу среди женских команд, в рамках которого принимали участие команды из Кингисеппа и Сланцев. Была очень упорная борьба. Со счетом 2-3, к сожалению, выиграли кингисеппцы и увезли с собой награды. В воскресенье, 18 ноября, на базе спортивной школы номер 3 прошел Кубок любителей по волейболу. С инициативой проведения этого кубка вышло общественное объединение «Актив», которое работает у нас в городе, спортивное объединение. И мы поддержали их инициативу, организовали проведение этого кубка. В кубке участвовало три команды любителей. Это команда предпринимателей, команда клуба «Актив» и команда судебных приставов. Победила в этом соревновании команда предпринимателей. Все участники были награждены грамотами администрации, и также команда предпринимателей унесла с собой с этого соревнования кубок, переходящий. Следующая неделя также будет насыщена мероприятиями. Среди спортивных мероприятий 22 ноября в 15.30 в парке культуры отдыха состоится турнир по шашкам. 24 ноября на базе детско-юношеской спортивной школы пройдет шахматный блец-турнир памяти Леонида Феликсовича Хаджаева, нашего слонцевчанина, шахматиста. В 11 часов начало соревнований. В США пройдет четвертый этап спартакиада трудовых коллективов по флорболу. Флорбол – вид соревнований такой новый у нас в городе, он только развивается. И вот вчера, в воскресенье, все участники спартакиады проводили тренировочные соревнования на базе третьей школы. И, в общем, они были очень интересны, поняли, что такой вид соревнований интересный, игровой. В сфере культуры 24, также в воскресенье в 18 часов в Театре Бумс состоится спектакль по произведениям Чехова, Булгакова и Аверченко. Этот спектакль уже шел в Театре Бумс и, думаю, слонцевчане, кто его не видел, с удовольствием посетят.